там конечно тоже это все ну там ну там хоть какие-то надежды ну добрый день да но сегодня менее менее занимательная партия чем вчера пытаюсь изучить такой дебют английское начало на пока получается не очень но это пальцы очень известная у сергей она встречалась неоднократно с ними здесь ходили мне кажется всеми разумными способами ну вот пришли попробовать еще один ход который возможно в этой поиск он опа не так ног слове 3 да ну ход тоже не новинка но относительно редкие в этой позиции он тут как бы можно пойти 75 там получается как бы праздные позиции а можно пойти так как сергей пошел на плотность скажем так ну и если у бела здесь что-то и есть то нужно действовать очень точно и видимо я где-то промедлил скажем и немножко не но опять же на автопилоте сделал ход рукой я думаю что он c5 нормально но после водеев 7 ферзь c2 конь d5 да конь е4 ладец c8 правильно серег говорит что ладеев дадим просто ошибка потому что нужно было все-таки побить поставить пока коня на c5 и после словно всем ладеев d1 скажем b6 конь b3 получается сильно улучшенная версия того что я в партии получил хотя скажем секундочку и здесь нам тоже вообще да видимо видимо и здесь нет ни не намека на перевес поскольку обычно если черный успевает c5 пойти то у них дальше ни проблемы нет так что может быть и вовсе ничего нету белых а после ладеев d1 как я пошел на ход тоже выглядит разумным поскольку у белых единственный такой очевидный план d3 d4 проводить но черный просто ходит b6 слон е7 ну и конем тоже можно было побить но и ладей самое самое такое простое ладея бц 1 ладе d7 ферзь b2 конь е7 и ну черных чудовищно надежная позиция даже если как сказать если играть неаккуратно то конь может попытаться перейти на d4 но не то что у белых возникнут проблемы на так уже начнется какая-то такая обоюдо острая после конь d2 король h8 но может быть оптически кажется что белка приятнее но я вообще не видел никакого плана и посылает стреку конь d5 ладея c20 конь е7 но можно пойти ладе dc1 черный пойдут ладе dc8 в смысле dc7 и продолжать ходить но честно говоря я как как не видел плана в той поэте так не вижу и в этой то есть уходить можно до бесконечности действительно но куда именно я честно говоря не очень понимаю поэтому да есть есть план поставить ферзи на d7 пойти слон d5 следующим ходом ферзи 7 более того создает никто и такую скажем так угрозку конь f5 то есть черный не то чтобы абсолютно приковано к месту и ни одна фигура у них не ходит а у меня ну вот я добился идеальной расстановки фигур а тем не менее на что напасть не могу до 4 провести не могу как бы и и в чем мой план здесь непонятно ну и как бы уход ладе c23 я понимаю выглядит немножко неестественно в этой позиции но как бы таковы таковы правила стоять на месте можно бесконечно а так в общем можно отфиксировать но опять же блеклая вышла партия но очень трудно что-то получить в дебюте бывает в последнее время согласен с такой оценкой как отнесешь результат ну да но и я в принципе гал черными то есть мне особенно жаловаться не приходится ну принципе ничья то по умолчанию черными на мой результат прошло уже шесть туров как вы оцените свое турнирное положение вообще ситуацию в турнире ну я как крайне недоволен не как бы турнирное положение но 50 процентов 50 процентов они очень сложно ничего трагического в этом нет единственно что я очень как мне кажется разбазарил массу полушансов этом турнире уже к шестому туру как минимум в трех партиях я мог может быть попытаться поставить больше проблем перед соперниками так скажем я уж не беру партию которая проиграл шаху это как отдельная история но там я как стоял плохо хода после десятого так она в общем и закончилась тут можно только жаловаться на то что голова не соображал вот а так ну 50 процентов учитывая что первое место пока что плюс один это в общем такое хорошее пилотонное место но могло быть может и побольше очков конечно ну мне кажется пока что я делю первое место и все нормально единственное я могу отметить что практически у всех гран-при все идут достаточно ровно а потом в конце турнира кто-то кто-то обычно выстреливает вот еще важно тот кто смотрит выстрелит победит то есть последний тур это все-таки самое важное решение это обычно последние три тура решающие но в принципе вот сейчас вот начинается решающий тур я думаю спасибо есть ли вопросы у зрителей спасибо за участие